На данном поле применялись удобрения компании Терратарса, где специалист вам расскажет, что носилось, когда носилось и порекомендует свои схемы. Добрый день, компания Терратарса, меня зовут Диктория Ваенга, я агроном-консультант компании Терратарса. Если вы с нами вдруг не работаете, то у вас там в пакетике есть наши проспекты. На последней страничке все контактные телефоны и адрес сайта, на которые вы можете зайти. Компания Терратарса поставляет оборудование для капельного орошения, торф и удобрения для каплей и для листовых подкормок. Есть ряд биостимуляторов, мы здесь показали листовые подкормки. В капле у нас практически все и простые соли и микро плюс МПК представлены и в разрезе по культурам. И универсальная для всей культур с разными марками есть наличие и они включаются в схему питания по согласованию с хозяйственными. Здесь мы показали листовые подкормки и биостимуляторы, которыми работали. В начале вегетации по многим культурам мы работаем либо по капле, либо по листу, в зависимости от развития вегетативной массы и от ситуации в хозяйстве. Два продукта – спитфол аминостарт и спитфол марин. Спитфол аминостарт – это комплекс микро плюс МПК, аминокислоты и гормона. Гормоны ауксина цитокинина, где преобладают цитокинины, марин – это вытяжка из водорослей, в котором пропорция ауксина к цитокининам 300 к 1. То есть здесь очень высокое содержание цитокинина. И если старт является основным питанием плюс стимуляция то ли возобновления вегетации, то ли стимуляция роста в начале вегетации, то спитфол марин, кроме этих же функций, кроме развития корневого системы, дает еще хорошую иммуномодуляцию. Модуляцию к биотическим и абиотическим факторам. Абиотические – это погодные условия, это стрессовое антропогенное влияние, неудачная работа, средствами защиты растений бывают, к сожалению, такое. Это можно подправить. И биотические – это повышение устойчивости, формирует иммунитет к заболеваниям. То есть на тех участках, где вносится марин, мы второй год отмечаем гораздо меньшее развитие заболеваний. При работе средств защиты растений – это не замена средствами защиты, это комплекс защиты плюс питание и оптимизация работы средств защиты. То намного меньшее поражение болезнями и дает устойчивость к вредителям. По ленте можно давать и марин, и старт от 0,5 до 1 литра. Выше литра мы не использовали, работают отлично в этой дозировке, хотя по рекомендациям есть и выше. Нарастание вегетативной массы. Мы давали спитфолами на вегетатив, который содержит больше цитокенинов. И, соответственно, стимулируют деление клетки и на валун фолиара. Ну и бор и калийный фолиар у нас шел в конце вегетации. Бор обязательно одно, два внесения на моркови для укрепления клеточной стенки. В нашей ситуации у нас было комбинирование биосимуляторов с фолиарами. Там мы решили добавить биосимулятор, снижение дозировки удобрения обязательно, потому что иначе мы получим передозировку по питательным веществам, и это тоже не будет очень хорошо для растения. Что еще хочется отметить? У гибридов клозы есть устойчивость к стреклованию, к выбрасыванию цветоноса, но погона на нас, к сожалению, не балует в последнее время, поэтому наличие стрессов. Мы все-таки наблюдаем в стрессовом состоянии, может дать цветонос морковь тогда, когда он нам абсолютно не нужен, а профилактическая работа антистрессовыми продуктами, она помогает избежать нам этого негативного фактора и, соответственно, получить оптимальное качество продукта. Если мы говорим о листовых подкормках, здесь принцип тот же, что и в работе фунтицидами нужна оптимальная противостовая поверхность, чем больше, чем больше, чем больше, чем больше, чем больше, чем больше, чем больше. Потому что поглощение идет именно через несколько минут, ну и, соответственно, регулируется концентрация. Есть вопросы? Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки!